Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Когда потеряевку стали восстанавливать, то с первого года были занятия по воскресеньям. Еще храма не было. Летом, когда можно было на улице собраться, они все там разложили щурки, там сидели на них. И по тематическим таким, такая дорожка была. Вот случилось несчастье какое-то, несчастье в заголовок такой, случился пожар, пожар, инструмент заказали, инструмент, дорога, гости приехали. Я вот попал в больницу, наркоз, стал один строить туалет, я написал туалет, тема, еще, что Библия говорит об этом, что говорится в житиях святых, в канонах и в трудах святых отцов. Итак, тема сегодня, все ко Христу придите. Люди приходили ко Христу и получали задания на всю дальнейшую жизнь. Вот теперь задания. Выражено так, этих слов нету, что давал задания, но теперь смысл по-другому выглядит. Именно задания дал, и выполнишь или ты нет. Марка 16, 15, 18. И сказал им, идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. Да. Ага. Закрылась я здесь. Все твари, кто будет веровать и креститься, спасен будет, а кто не будет веровать, а осужден будет. У веровавших же будут сопровождать сей знамение. Имени моим будут изгонять бесов, будут говорить новыми языками, будут брать змей. И если что смертоносное выпьют, не повредит им, возложат руки на больных, и они будут здоровы. То есть каждое воскресенье в Потеряевке были занятия. И вот занятия тематические. Что случится, на ту тему и есть. И здесь сегодня тема была такая, все ко Христу придите. И Игорь Барабаш записывал, у него был кассетный магнитопон, больше не было в Потеряевке. И все оборванные, оборванные концовки, но большая часть все-таки сохранилась. И потом я тут магнитопон мне сделали, что ногой я мог выключать его. Вот он передо мной стоит, этот магнитопон. И все это, что считать будем, сейчас 123 проповеди. Потом я сам печатал и перевел в Word. Тоже много ушло времени. Вот, дальше. На первом месте всегда стояла душа. Одержимые болезнями, люди больше обращали внимание на то, что может им помочь пожить отпущенное время на постели в больнице. Тогда мало было возможности лежать по реанимациям. Лекарств было меньше, грехов хватало, и тогда потому и болели. Много было слепых прокаженных, и опять же речь шла о душе. Христос говорил, что неверие столь велико, что если всех его учеников вместе собрать, то и их вера не может перевесить неверие одного из болевшегося отца. Вот ты читал, много слепых прокаженных. Ты запятую видел здесь? Как будто слепые все были прокаженные. Если запятая, то много было слепых прокаженных. Я очень прошу, будь внимательным. Хорошо. Евангелие от Марка 9, 23-24. Иисус сказал ему, если сколько-нибудь можешь веровать, все возможно верующему. И тотчас отец отрока воскликнул со слезами, верую, Господи, помоги моему неверию. На первый план выдвинул эту маленькую веру, которая у него балансировала на грани исчезновения, на соединении тьмы и света. Это я говорю на занятиях, что записал магнитофон дословно. Не в храме, на улице. Вера, которая у него балансировала на грани исчезновения, на соединении тьмы и света. Помоги моему неверию. Мы пришли сюда и попросим у Бога веры. Веры всему, что написано в Священном Писании. В Священном Писании. Если уже где-то не доверяешь, эту дурь выкинь. Бог вычистит, ничего, говорится, в голове не будет, ни в сердце. Какой-то Герман, Стерлигов там. Он ничего не знает. Главный разрушитель может сегодня здесь. Священное Писание неправильно. А неправильно, а правильного нету. Ну и все кончилось, как у старого бряста. С двумя ей нельзя Иисус писать, а с одной не перевели. Триста лет не могут перевести. Сатана. Бог пришел, принес Слово. Кто может запретить Ему? Бог говорит, слушайте небеса и внимая земля. Астрожская Библия. А где она? Если она у тебя нету, ее и не издают. Да ее ты не поймешь там читать. Не перевести. А там точно переведено? Да, конечно, не точно. На греческий перевели, а потом с греческого Астрожского. А теперь ты на свой будешь переводить, а знаний никаких нету. И все это гибельное. Запомните, Герман Стерликов, это разрушитель. Не от Бога, а от Сатаны. Стерлик, церковь, вся еретическая, Московская патриархия, зарубежная, старобрядцы, все еретики. А он знает одного епископа, но никому не говорит, где он есть. Буханку хлеба сделал, булку какую-то, 500-700 рублей. Килограмм мяса, полторы тысячи пишут. Ну, понятно, что дурью маются. Подражать начинает ему. Ну, знаете, это надо дрожжи самому делать, уметь делать. Сделали, ну, знаете, еще и соль надо в магазине не покупать. А где брать? Ну, есть такая одна шахта, где выпиливают. Я имею туда доступ, но вам туда не дадут. То есть, ну, никак нельзя. Никак. То есть, чтобы лохи все люди были. И к нему идут тянутся, то есть, совсем люди ничего не понимают. Кому тянешься? Ты посмотри. Библии нету, церкви нету. Причаститься нигде нельзя. Где? Он знает одного епископа, но они называют его ни фамилию, ни имя, и где он находится. Что тут говорить-то? Надо быть совсем никаким. И далее. Веря всему, что сбылось, не без его ведома. Веря в то, что все будет так, как написано в Священном Писании. Не так, как думает, думает. И не так, как президенты решают. А как сказал Господь. И все изобретения, все направлено к тому, чтобы создать полный контроль над нашими патью органами чувств. Но дьявол пытается проникнуть через электронику в недоступное сегодня никому. В мысли. Чтобы взять их под контроль. Чтобы знать не только наше местонахождение. А над верующими могут взять? Никогда. Отвечаю, никогда. Я вел занятия в пяти университетах. И тогда было такое мнение, что человек выходит, а где-то генераторы стоят, и такие излучения дают. И там самолеты падают. Человек будет думать так, как его заставят. Это обман. Ничего этого нет. Нет. Любую дурь запустят в интернет. Этому верят. Хватают. Дальше. Поэтому не бойтесь, но придите. Поклонимся. Если в разуме будет царствовать Дух Святой, дьявол ничего не может сделать. И святые, они не юродствовали умышленно, как после пошло в церкви. Они понимали, что юродство, проповеди, оно для окружающих, которые смеялись над тем, что верят в какого-то плотника, которого и не видели даже. Считая, отче наш, мы признаем общим отца и призываем вернуться снова в райские обители. Наш. Не отче мы, а наш. То есть мы дети одного отца. Сколько бы мы ни суетились, ни прилагали гроши грошам, но все это кончится. Когда просыпается внутренний голос. Господи, а веры вот здесь не хватает. Неужели столько врагов, и они нас помилуют? Враг нас не одолеет, доверься мне. И все, Писание говорит об этом. Это нам только кажется, что нам трудно сейчас. Но войдите в положение пророка Давида. Сколько раз он стоял на грани жизни и смерти. Сколько гонялся за ним царь Саул. Тиран и деспот. Огромная армия. Так что однажды он даже принял личину сумасшедшего на себя. Первое царство 21.13. И изменил лицо свое перед ними, и притворился безумным в их глазах, и чертил на дверях. Кидался на руки свои, и пускал слюну по бороде своей. Прогнали его как сумасшедшего, и он бежал, чтобы его не убили. Бог всюду строит четкую грань. От и до. Поэтому проверь себя, когда ты обратился к Богу. Вопрос. Пришел ли к Богу? Когда пришел? Определенно. Назови дату, время, часы. Напиши эту дату себе однажды. Почему ты боишься сесть, взять в руки ручку? Причина только одна. Дьявол не дает. Вот и все. Дьявол не дает. Ничего не записываем, ничего не знаем. Но себя исследуй, биографию напиши свою. Когда ты жил? Ну, родился проверить. Трудно. Метрики есть. Родители сказали. Мы все верим, что отец, мать нас так научили. А бывает, подменят ребенка в роддоме-то. Ну, вот я считал про таких. И только в 30 лет им обнаружился этот обман. И они считали, что это родители. А оказались они им не родители совсем. У меня знакомый такой, близкий человек. Ну, и детей много. А один сын, а мать рожала дома. А этот раз родила в роддоме. И он совершенно не похож на других детей. И у него наклонности другие. Все другое. Но он хороший. Вырос в религиозной семье. В верующей-то. Ну, и теперь стали говорить. Ну, допустим, сейчас бы обнаружилось. И те бы нашлись. И ты увидел своего родного сына там. Пошел бы на обмен. Он говорит, нет. Принять того принял. А этого не отдал бы. Ну, я говорю, ну, те-то на это не пойдут. И дети-то, они увидели какой-то дядька с бородой. Ну, а там, может быть, он в хорошие руки попал и прочее. Вот берут и меня спрашивают. Вот мы решили взять ребенка. Да не одного, а несколько. Из роддома там. Или где там. Дед дома. Дед дома. То, как вы посоветуете? Ничего сказать не могу. Когда я был в лагере, то в лагере бывают беременные женщины, которые осуждены, а они рожают. Рожают и сразу отказываются. А которые охраняют, у них детей нету. И они их берут. Ребятички-то хорошие. Сильные, здоровые растут. Но вот как только 16 лет, как сдурели. Бегут из дома. Воруют все. Все, корень. И притом абсолютно почти всегда. Я у одной жил на квартире Захарова Улита Григорьевна в городе Искитиме. Ну, она говорит, у нее, у ее дочери не было детей. А муж офицер. Служили там в Болгарии где-то. И когда приехали сюда, там на побывку-то. И ребенка взяли. Не знают, чей он, как. Ну, на их переписали и все. Я его не видел ни разу. Она мне говорит, ну, до того дитя послушное. Пример всем детям. Закончил с отличием школу. Золотой медалью. Закончил с красным дипломом в медицинский университет. Он окулист. Отбоя нет, к нему люди идут. Я не знаю, были у него какие-то, чтобы не стопроцентное лечение было. Вот человек. Почему? Я не знаю. Может быть, из-за Улиты Григорьевна, у которой я был на квартире. Бабушка она ему теперь, хоть не родная бабушка. А у нее, у нее отец молился. И она молилась крепко. Молилась. А как молилась? У нее отец был Григорий. А она, говорит, он всегда читал Библию. Мне трудно поверить в это. Может, Евангелие было только. Нет, говорит, Библию. Но она что знает-то. И детей было сколько там? Семеро или сколько? И однажды, говорит, мы когда переплывали, там, Дуна, они где-то были с Болгарии, или где переезжали сюда. Уже сели. Я это, говорит, не помню, но видел этого старичка. А он зашел, старичок, прямо прошел среди этих наших сумок кошелей, к нему подошел и говорит, Григорий, время, вставай. Он встал, а жена-то еще у него ничего не поняла. И он говорит, до свидания, я ухожу. Как уходишь? А ребятишки, моими телесами живы не будете. Бог прокормят. Встал и ушел, по сегодняшней день нигде нет. То есть он ждал этого призова. Куда он ушел? Да, Кулита Григорьевна, уже сама была на Пельсии, ездила по Чаево и везде спрашивала, нет ли где такого. Не слыхали ли? Ну, многие ищут, где отец погиб, там и прочее. Вот какая была вера. И, говорю, как удивительно. Когда забирали все, а мы, говорит, все-таки землю имели. И люди прятали, закапывали зерно, а мы, говорит, не закопали ничего, прямо наставили на таку, где есть-то. Ну, прикрыли маленько соломой-то. А эти большевики, Ленинская гвардия-то пришла, и все под метелку занимает, продразверстка-то. А тут подошли соломы, и один не ковырнул даже. У людей все изъяли, закопанное нашли, а у нас все здесь. И однажды мы, говорит, едем, у нас лошадь своя была еще, телега такие, ну, как ящик-то. Ну, едем, говорит, видим, говорит, трава в канавах шевелится, а сухое место, там ни озера, ничего нету. Трава прям шевелится. Кто-то задыгнул и кричит, мама, тут рыбы сколько-то. Мы, говорит, посмотрели, а рыбы-то в глаза не видали, да рыба большая, хорошая. Мы, говорит, полную телегу наложили, еще все не забрали. Каким образом, не знаем. Я, правда, однажды это видел, паст короб, у нас внизу лог идет, ну, и прошла буря прям такая-то. И пшеница, гляжу, шевелится. Я туда подошел, а там гальяны, гальяны кучи. А там вихрь поднимает из озера, вода уходит, а рыба-то остается. И таких чудес у нас было много. Моими телесами живы не будете. Я-то попутно хочу сказать. Я жил у ней на квартире. Вот чудо божье, попутно рассказать. Просто интересно. У нее муж на операции зарезали, прям зарезали буквально. Не там что-то разрезали и не могли шить. Говорит, сын Коля, 16 лет. Ее Господь призывает, но все некогда, некогда. Колю надо вырастить теперь. А их подняли, там на бугре стоит башня такая, водонапорная-то. А ну не закрепили на это, на трошке-то машину-то. Их двоих посадили, один из армии пришел. Люди с работы идут. А они даже там опалуку были оторвать, когда она как болт кверху, и дальше уширение-то. И в это время машина-то, колесо провалилось, но дальше центр тяжести, где она же выдвинутая как-то. И она пошла. И оттуда с высоты ударила об асфальт, и обоих убила сразу. Обоих. У нее сразу второй мертвец дома, и сын в петлю лезет. Но он вытащили. И она осталась одна в большом доме. И в это время я у ней был на квартире. Как ей Бог открыл! Как она однажды услышала, меня искала, по поездам, говорит даже. И, наконец, мы приехали в Искитиво, и к ней на квартиру встали. Какие она чудеса рассказывала! И в это время, когда я конспектировал Златоуса, на меня напал сатана. Один раз в жизни было. Кажется, все застыло на мне. А вот я сейчас сделаю так, ты с ума сойдешь. В окно бросишься. Скажу, от веры сошел с ума. Я сразу прекращаю конспектировать на колени. Пока в комнате холодно, я всегда любил в холоде. Доводил почти до нуля. И начинаю молиться. Он почти одну, целую неделю меня третировал. Не выключай свет, я на тебя брошусь. Теперь я весь свет везде выключаю. Сарай далеко в огороде. В темноте уголь беру. То есть, все наоборот. И ничего нету, все кончилось. Сестра со мной жила в Едокии. И она говорит, я слышала, как по потолку кукла ходит. А я ложусь спать, ну самое больше полминуты, я уже сплю. То есть, сатарой не просто надо бороться, а побеждать. Я не слышал, не видел, но вот такой страх напустил. И далее считаем. Бог же призывает, придите, поклонимся. Поклониться Богу в духе и истине может только тот, кто пришел к Богу. Пока Христос не встретился с самарянкой, пока она не пришла к колоду за плотской водой, она не знала, что в духе и истине надо поклоняться. Бог таких поклонников ищет. И она другую воду почерпнет. Возможно ли этому научиться сегодня? Да, возможно. Вот в это воскресенье, прямо сейчас здесь, прииди и скажи жене, давай один раз просмотрим, а когда мы к Богу обратились, была ли встреча со Христом? Когда мы поверили, что без Него ничего нет? Чего же вы кучкутесь по греховным наклонностям? Куда вы думаете бежать? Где вы нужны такие? То есть, если один что-то делает плохо, другой к нему такой же находится. Если ты ложь допустил однажды, все лжецы на тебя выйдут. Это запомни. Подобное к подобному. Птица слетается к подобному себе. И ты даже знать не знаешь, а он к первому к тебе подойдет. Самый негодный, лживый человек. Почему? Дух притягивает. Солом 138, 7. Куда пойду от Духа твоего? И от лица твоего куда убегу? Уъедешь даже в Америку, но грех твой будет с тобой. Какой ты был здесь, такой же будешь и там. Церковь сегодня призывает каждого. Там, где ты есть. Придите, поклонимся. Бог ничего не имеет с грешником. Иоанна 9, 31. Но мы знаем, что грешников Бог не слушает. Но кто чтит Бога и творит волю Его, того слушает. Вот и молитва. От чего зависит-то? Творит волю Божию. Он слышит человека, грешника кающегося. Не просто человека, но того, кто живет с премудростью. Премудрость 7, 28. Ибо Бог никого не любит, кроме живущего с премудростью. Вот это сектанты никак не могут понять. Бог грешника любит, а грех не любит. Да грешник он с грехом вместе. А не так, что в отдельном ведре грех, а я пришел и другой. Премудрость – это общение с Богом. У гонителя Савла внезапная остановка. Опрокидывается, и свет погас. Стопроцентное зрение было у торсянина. И видел он очень далеко. Знал, где искать в дамасских христиан. Взял письма, проверил подписи, сверился с печатями. Все правильно. Полномочия в руках. Ничего этого же не надо. Произошла встреча со Христом. И колесница его уже пошла под управлением Бога Адонайи. Песня 1.8 Кобылицы мои, в колеснице фараоновой, я уподобил тебя, возлюбленная моя. Ну сравнение какое. Невесту Бог с кобылицей сравнивает. Ну ты познакомился с девушкой хорошей. Ну такая хорошая, прямо кобылица. Только что не сказал, что телка. И вот когда северных народов у них не целуются, а обнюхивают друг друга молодые. Обнюхивают. Запах. И он начинает ей комплименты и говорит, ну ты такая красавица, как луна во всей ее полноте. А у них лица более круглые. Но у нас так нет. Он другое будет врать. С неба звездочку достану и на память подарю. Теперь этого гонителя берут за руки и ведут. Что ты сегодня делаешь и говоришь при встрече с Христом? Это все от того, что встреча с Христом переменила бывшие планы. Ты увидишь, что надо пасть ниц. 1 Коринфянам 14.25 И таким образом тайны сердца его обнаруживаются. И он пойдет ниц. Поклонится Богу и скажет, истинно с вами Бог. Ну вот такое в вашей жизни было или не было? Когда Бог дает доступ. Вот у нас ограда, большую контору, техника. Я дежурю с собаками там. Ружье у нас есть. Ну, по-другому никак нельзя. В это время кто-то стучит. Вышел. Мужик стоит, молодой совсем. Видно, она веселе. Бутылку в руках держит. Я говорю, что хотели? Да у меня тут товарищ дежурил, а сегодня другое дежурство. Я говорю, а что куришь-то? Зачем? А что? Все курят. Но я ему стал говорить, что мы храм Божий имеем, тело наше. И мы умрем. Бог спросит, зачем ты 12 лет жизни оторвал? Зачем ты себе рак легких заработал-то? Да что, нельзя курить? Нет. Он тут же вытащил и порвал папиросы и тут же под ноги бросил. Я говорю, и пить нельзя. Пьяницы, старости, Божьи они наследуют. Есть. Слава Иисусу Христу! Он эту бутылку берет от столбы, привязанной к бетонному столбу. Это внизу, на котором висит столб деревянный, а за это пасынок. Он размахнулся этой бутылкой, крест по этой, и бетонка разлетелась. А мы поговорили, ну не больше 10 минут. Это дело Божье. Дальше. Если ты совершил грех против ближнего, то не иди дальше. Не ищи соратников, а поди ниц и провозгласи покаяние. Не отравляй своих детей. Прекрати заражать все вокруг. Заразу эту сам Бог выжигает словом своим. Это тогда как, если ты предназначен к жизни вечной. А если не предназначен, ты придешь поклониться с лукавством. То Бог исторгает этот чуждый огонь. Левитам 16.1. И говорил Господь Моисею по смерти двух сынов Аароновых, когда они, приступив с чуждым огнем, пред лица Господня умерли. Как это чуждый огонь? Никто не говорит. Что они от папиросы зажгли, зажгли свечи эти. Не знаю. Но чуждый огонь, видимо, где-то зажгли от какого-то жертвенника языческого. Раньше. Число 3.4. Но Надам и Авиуд умерли пред лицом Господа, когда они принесли огонь чуждый. Чтобы не прервалась жизнь беспокаянно, как у животного, Бог всем тебя снабдил. У тебя все есть. А ты не уразумел этого, Псалом 72. Как Бог говорит о чем? Что если человек ревнует, это Бог одобряет. Но можно ревновать и о злом. Ревновал и Гитлер. Ревновал Ленин. Еретики ревнуют. Какие ревностные идут от дома к дому. Это чуждый огонь. И чуждый огонь имеет концовку. Бог убивает. Убивает душу. И тогда человека не убедить, не перебедить ничего нельзя. Все с концами не сходится. Псалом 72. Тогда я был невежда и неразумел. Как скот был я пред тобою. А я. Едва не пошатнулись ноги мои. Едва не поскользнулись стопы мои. Я позавидовал безумным, видя благоденствия нечестивых. Церковь снова призывает. Придите, поклонимся. Поклониться можно. Поклонимся. Ну как в храме. Поклониться возможно только в духе и истине. В искренней вере. В то, что дал Бог. Ученики неоднократно просили больше веры себе. Лука 17,5. И сказали апостолы Господу, умножь в нас веру. Ученики просили себе веры. Вот священники никуда дальше не идут. Я конкретно все время местами Писания подтверждаю. Глава стих книга. Люди пришли не ко мне. У меня на сайте 4124 ответа. Это малая часть. Их может было в несколько раз больше. Которые задавали в милиции. Я вел занятия. В школах, техниках, университетах. И везде на слово Божие. Не ко мне пришли люди-то. Сегодня не понимают это священники. Говорит. 20-30 минут вообще ни слова Библии даже не упоминается нигде. Патриарх говорит. Ни разу не слышал, чтобы он говорил слово Библии. Да как так? И чтобы привел место Писания. И тоже этого не встретишь. Все с властью слепилось. Без власти ни шагу не могут никуда. Власть это будет порублена Богом. А вы с ней вместе полетите опять туда, как было это в одни революции. Простить ближнему не можешь? Господи, умножь в нас веру. Прощать можно тогда, когда просят. Если же прощение в нераскаянии, значит закрепить его в этом беззаконии. Призывает. Придите, поклонимся. Касается и верующих, и неверующих. Церковь громко возглашает и колокольным звоном. На все органы чувств действуют. И ладаном, и иконами. Придите, поклонимся и припадем. И будем детьми единого Бога. Детьми единой крови. Деяние 1726. От одной крови он произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив предопределенные времена и пределы их обитания. Времена каждому народу дается. Страна большая, Российская империя. Пришло время кручиться. План дали, если что, ни один план бы не сработал, если бы люди жили правильно. И сегодня нас было бы, как комсомольская правде, с разворотом. Если большевики не победили в 17-м году, нас бы, русских было 650 миллионов. Полбиллиарда змей сожрал. Полмиллиарда. За перестройку только 120 миллионов абортов. Нас никто не уничтожает. Сами себя поедаем. Мы все от одного корешка произошли. Никаких чеченцев никто не знал. Никакой вражды не было. Это потом люди разделили даже и по религиозным признакам. Бог все нации призывают к единению во Христе. Мы знаем не один из путей, а единственный истинный путь, открытый в православии. Это доказано не словами, а делом. Иоанн Златоуст говорит, покажите мне в других религиях хотя бы одного такого подвижника, как Антоний Великий. Как Антоний Великий. Он был категорически против поклонения мощам, и чтобы резали. И поэтому его ни могилу никто не может найти. Он прямо воевал против этого. Что-то придумали мертвецам поклоняться. От мертвого только оскверняются. Это все скрывает, а теперь все помаленьку выходит. А вот равноапостольный, князь Константин. А он крещение не принимал даже, а не крещеный, не христианин. Председателем на Вселенском Соборе. До самой смерти не принимал крещение. И главное, перед смертью пришел и крестил его, арианин, епископ Иоритик. Равноапостольный. Ну маленько-то надо смотреть, равно или неравно. Что дал свободу, это хорошо, но не дали и того. Дальше. Так, двух не надо, одного хотя бы. Антония. И мы убедимся, что там не только слова. Я до сих пор не могу понять, почему на Антония патриарх ссылается. У Антония лозунг заключается в двух словах. Труд и молитва. Молитва и труд. Придите к труду для Бога. Бог дал жизнь на земле для славы своей. О Бога ничего не убывает. Есть ли мы или нет нас. Вот маленьких ребятишек в спортивные клубы отдают. Они учатся бороться формой. И они целыми жизнями жертвуют. Быть чемпионом мира, борьба без правил, бить другого. А надо тебе это на суде Божьем будет или нет. Не бить кого-то по лицу, а подставлять лицо свое. Учить трудиться. На старых картинах художника показывает маленькая коса, литовка сделанная. И отец стоит впереди сына, он учит как траву косить. Учит как на коне скакать. Посмотри у монголов какой маленький, как он на коне поправляется. Здесь ничего этого нет. Совершенно ничего нет, не учат. А дочь как? Дочь закрой, запечатай. Чтоб лишний человек ее не видел. А как это? Как это по шариату делают в Саудовской Аравии, в Йемене? Я не говорю там в Туркменистане, там они еще не знают. Мы думаем о себе, что что-то делаем. А когда сравнишь с подвигом подвижников, то увидишь, что у нас только дымное надмение мира. Так говорили святые. Если нам Бог открыл эту истину в православии, то людей призывать нужно в первую очередь нашей жизнью, нашей дружбой. Что мы едины. А мы здесь не едины. Маленькая община, маленькая деревушка. И все забились по своим закуткам. Кто с кем дружит? Посмотрите, назовите имена. Скажи, кто твой друг? И я скажу, кто ты. Если бы вы искали общение с теми, где звучит Слово Божие, вы бы наперед бежали. Во времена, когда говорил Иоанн Златоуст, открывая истину о православии, о Святой Троице, то пустили торжеще, и суды закрывались. И когда он был влачим в ссылку, то монастыри пустели. Все шли навстречу, искали его, переходили в большие пространства, чтобы увидеть своими глазами, кто он такой. Другие нации приезжали послушать мудрости Соломоновой. Вот что нас объединяет. Мудрость. И не о зверях, не о птичках, не о насекомых. Хотя Соломон и это прекрасно знал. Но о том, как правильно служить Богу. Бог нас возьмет такими, какими мы закроем свои глаза. За гробом нет покаяния. За гробом нет изменения. Это все люди придумали. Это корыстные люди. Священники придумывали чистилище, как у католиков, чтобы жертвовали им. А мы там переведем индулигенциями. Этого в Писании нигде нет. Пошли по ягодам. Дети быстро собираться. Собираться. Подожди, ни одного слова. Что? А, ни одного слова Иоанна Златоуста. Ни в канонах. Да. Написано, что за гробом нет покаяния. Поэтому придите, поклонимся. Это призыв только здесь и только сегодня. Нам ведь задуматься некогда. Сенокос, уборка. Дальше опять начинаем из огородов выбирать. И так непрерывно проворачиваться из года в год. А придите, поклонимся. Даже если и на огороде стоим. Так, дети ко мне. Благодарим Бога. В трех поклонах хотя бы. Господи, слава Тебе. Пошли по ягодам. Дети быстро собираться. Благодарим Бога. Как нам здесь, в детском православном лагере, хорошо. Дивный Создатель любит нас. Любовь его безмерна. Где-то война. Где-то слепые. Они ничего не видят. Но все же прозрели. Не все же прозрели. Не все же прозрели. Буквы не прям боишься. Тогда Господь исцелял. У многих веры нет. А у нас хотя бы и слабенькая. Да есть. Придите, поклонимся. Посмотрите, какие дивные облака. Как это манит взор. Придите, поклонимся. Это такая пропа, так и называется. Придите, поклонимся. Мы это везде должны видеть. Придите, поклонимся. Минутку. Говори. Говори. Да. Кто звонит? Откуда? Сбивает. Считаем. Нетрудно же остановиться среди земных забот. И вечером не просто отмахнуться. Придите, прославим Бога за этот день. Как чудно у нас хранил нас. Ни один сучок глаз не выбил. На дороге гайка не открутилась. Не прокинулись в кювет. Господи, слава тебе. Учиться Бога славить жизнью за все. И во всем видеть Бога. А Бог есть любовь. Как Он нас любит всех. Мы так дорого куплены им. Кровью Его причистой. Аминь. Аминь. Вот все. Отрывай. Это отдельный будет ролик. И сколько прошло.